Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Bloodlinas по-прежнему, играем мы дальше в Undertale. И я, в принципе, подумал, в принципе, да, так вот, подумал, посидел, писюном повертел, и подумал, что стоит, в принципе, записать её полностью, я думаю, что пройдём мы, может быть, на две концовки. И я почитал ваши комментарии, я просто в шоке, в глубочайшем шоке. Как можно вообще говорить, не убивай никого, проходи так, ты проходишь на плохую концовку. Друзья, я не знал, какая вообще концовка там будет, и какая должна быть. Человек, когда играет в игру, открою вам маленький-маленький секрет, он не должен знать, на какую концовку он выходит, и вообще про концовки знать. И, кстати, вот этот хрень похожа на пенис. Я вам говорю о чём? О том, что человек, когда играет, он как бы играет, проходит, по его действиям определяется концовка. Как он хочет проходить, так он и должен проходить. Хоть он убивается, хоть он, я не знаю, всё, что хочет делать. Так что я немножко побомбил тут, и продолжим сейчас дальше играть в Undertale. Я думаю, каждый день мы будем по серии выкладывать, и я очень рад, что некоторые люди пишут, что не смотрели ни у кого-то у другого, и будут у меня смотреть. Вам, конечно, для вас, вот лично, можно так сказать, я вас могу поблагодарить, что вы не смотрели. И я буду для вас стараться, можно так сказать, ну и для других. И ещё, кстати, не знаю, откуда-то там дизлайков выросло, штук 10 сразу за начало, да, я как бы выложил. Я удивлён, но мне, в принципе, пофиг, потому что мне кажется, что это всё из-за того, что я убивал тут персонажей. Но хорошо, я не буду никого убивать, я буду на хорошего проходить. Может быть, я пройду не на хорошую концовку, но говорят, надо два раза всё равно пройти. Без понятия. Ладно, посмотрим. Ты чувствуешь этот запах? Так, сюрприз! Это ирисковый коричневый пирог. Я подумала, мы можем отпраздновать твоё прибытие. Хочется, чтобы ты хорошо провёл время, находясь здесь. Я почему эту игру, опять же, взял проходить, я чисто даже для себя чисто её пройду. И для тех, кто, может быть, хочет по второму кругу посмотреть, посмотреть на мои эмоции. Но пока что я не вижу ничего такого необычного в этой игре. Все кричат прям, вау, там пиздец, сколько детей, сколько школоты. Можно так сказать, суться просто от этой игры. Пока я не понял, от чего они суться, если честно. Я понимаю, там, во ФНАФе, когда ссались, когда слушали про эти истории, да, и там, это более-менее я понимаю. Понимаю, когда от Слендера, от Джеффа Киллера, да. Но пока тут я ничего не увидел необычного. Она интересная, упоротая, да, необычная. Но, чтобы вообще усыкаться и плакать в конце, почему-то все плачут в конце, не знаю. Может быть, я буду плакать, как побитая сучка. Посмотрим. Так что я отложу уличный пирог до вечера. Пойдем, у меня для тебя есть еще один сюрприз. Я вообще хотел всех, честно говоря, перебить. Вот я вот не хочу сейчас занять, я хочу посмотреть, что тут есть, что там. Внутри лежит старый календарь начала двухтысячных. Так, а что у нас тут? Тут, смотрите, такая вот теплота, атмосфера. По размеру как раз для Ториэль. Для такой жирной жопы, как у нее. Огонь совсем не горячий, он просто теплый. Вы даже можете засунуть в нее жопу руки. Хм, это странная книга по истории. Одна из случайных страниц, оказавшись в ловушке барьера, испугавшись дальнейших нападений людей, мы отступили. То есть, монстры пишут это, да? Далеко-далеко, вглубь земли мы шли, пока не достигли конца пещеры. Это место стало нашим новым домом, и мы назвали его Дом. Дом 2. Офигеть, хорошее название, Дом. Наш король велик, но придумывать название у него получается, ну так себе. Окей, хорошо. Ну, пока что ламповая такая неплохая атмосфера. Острые концы инструментов были затуплены в целях безопасности. Они монстры, но они до такой степени какие-то добрые. И очень уж как-то это все странно, если честно. Давайте посмотрим, что тут есть. В раковине застряло немного белого меха. То есть, Торелль, наверное. В буфете стоит формочки для печенья в виде пряничных монстров. Что за приятный запах? Однако, слишком горячо. Что бы есть? Пирожок. Ну да, она же сказала, типа, пирог готов, но он там отдыхает. Плита очень чистая. Похоже, Торелль использует огненную магию вместо нее. Короче, что я хочу сказать. Почему в этой игре очень офигительное, как это называется, звуковое сопровождение, музыка и тому подобное. Потому что сделал ее один композитор. То есть, композитор сделал игру. И из-за этого музыка классная. Ну, в принципе, в некоторых играх тоже есть классная музыка. Ладно. Вот и он. Кто он? Твоя собственная комната. Я надеюсь, тебе понравится. Не знаю, говорят, концовка хорошая, если никого не убивать. Но это как-то стрёмно, в такой игре никого не убивать. Что-то подгорает. Хм, чувствую себя как дома. Но мы узнаем только лишь пройдя полностью, какая хорошая концовка. Может, мне вообще понравится там, где мы всех убиваем. Я не знаю. Так, мы ляжем на кроватку. Прямо, спать сразу легли? Опа. Шляпа. Вы нашли кусок рискового коричневого пирога? Это... А, это пирог. Я думаю... Блин, по другим углам, если посмотреть, то это шляпа. Мы пока не будем его кушать, наверное. Нам нужно будет его покушать, когда мы будем сражаться. Пустая фоторамка. Она вся в пыли. Окей. Тут ничего нету. Сундук в детской обью разных размеров. Свет. Тьма. Свет. Тьма. Мне кажется, что тут будут монстрами не как раз монстры, а именно люди. Потому что что-то слишком монстры добрые вообще. Они бы должны были меня сожрать, по идее, когда я сюда упал. Взгляните на эти классные игрушки. Они совсем вам не интересны. Еще кто-то говорит, что это девочка вот эта вот или мальчик. Друзья, это не девочка, не мальчик. Неизвестно, кто это. Это даже разработчики вроде бы не говорили специально, кто это. Это тот, кто вы сами придумали. Для меня, например, ну, пускай это девочка будет. Ну, не мальчик, но пусть девочка будет. Это дневник. Блуд. Блуд девочка. Это дневник торили. Прочесть отведенный отрывок. Обведенный. Я вот не знаю, стоит ли читать ее записи. Ну, давайте прочитаем. Если это как-то повлияет на концовку. И мне кто-то напишет, что не надо было читать. Идите в жопу просто. Я хочу и читаю. Вот и все. Вы читаете отрывок. Почему скелету нужен друг? Потому что он чувствует одинокость. Ха-ха. Ну, смешно. Остальная часть страницы наполнена шутками примерно такого же качества. Одинокость. Да блин, гребаный геймпад. Что ж такое? Теперь я хочу тут поспать. Определенно крупнее, чем двухспальная кровать. Конечно, она огромная. Ей надо спать на больших кроватях. Энциклопедия о подземных растениях вы открыли посередине. Рокос. Группа цветущих болотных растений с коричневым вытянутым початком. Более известна под именем Камыш. Хм. Это мне не сильно важно. Вызглядывать внутрь. Возмутительно. Этот ящик с носками. Ториэль. Охренеть. Это очень возмутительно. Ах. Кактус. Настоящий цундерра среди растений. Хе-хе. Ага. Так. Я не знаю, стоит ли сюда пройти еще. Блин, тут можно идти куда захочешь, мне кажется. И вообще игра нелинейная. Мне сегодня чувак рассказал, что он вообще убил там одного какую-то корову. И говорит, я перезагрузился. Смотрю, короче. А она это... Там что-то как-то игра среагировала на то, что он перезагрузился. И она как бы понимает это. Блин, это вообще необычно. Те, кто проходил на английском языке, я думаю, не всю эту почувствовали, как это называется, атмосферу и тому подобное. Комната на ремонте. Я думаю, вот почему я на русском ждал именно эту игру. Это ты. Это ты. А это? Это тоже ты. А я именно на русском ждал, хотел прочувствоваться полностью атмосферой и тому подобным. Я просто взял бугимена один раз. И я пожалел, что взял, так как там охренительный сюжет. И я, ну, немножко, как бы, просрал там половину сюжета и вообще не знаю. Ну, главную суть я понял. Уже проснулся дитя. О, ты не представляешь, как я рада, что ты здесь со мной. Тут так много старых книг, которыми я бы хотела поделиться. И я хочу показать тебе мое любимое место для ловли жуков. Я также подготовила план твоего обучения. Ты удивишься. Но я всегда хотела быть учителем. Хотя, возможно, это неудивительно. Тем не менее, я рада, что ты теперь живешь здесь. Ох, ты что-то хотел? В чем дело? Когда я могу... А, когда я могу пойти домой? А, ну, блин, мне что-то домой не очень хочется. Так что, скажем, ничего. Что ж, обращайся. Если тебе вдруг понадобится что-либо. Я не хочу домой, потому что я хочу изучить это приключение полностью. И что мне делать дома? Дома ничего нету. А тут монстры и интересный мир. И вообще, блин, дома скучно. А вот и кусок, кстати. Размер пирога пугает. Вас настолько, что вы не решаетесь его есть. Но у меня и так кусок пирога есть, в принципе. А, кстати, еще что мы могли сделать? Мы могли, кстати, как-то позвонить ей. То есть, мне так сказал тоже пацанчик один. Оружие, палка, броня, пинт, монеты 27 до уровня. Ну, говорят, что тут уровень вообще не нужен. Тогда зачем он качается? Я вообще без понятия, если честно. Давайте спустимся пока сюда. Посмотрим, что тут. А тут лиловая комната. Везде лиловые комнаты. Это очень странно. Опа. Я думаю, тебе лучше стоит поиграть наверху, а не здесь. Эй, я хочу поиграть, мама. А я ничего, я хочу поиграть. Да ты чё, корова, ты чё делаешь? Я не ляду вижу этот дом, я не хочу дожить, блядь. Ладно. Может быть мне выйти и сохраниться, потому что тут есть сохранение, как бы. Любование таким милым, аккуратным домом в руинах придает вам решимости. Сохраняемся. 44 минуты. Говорят, эта игра очень долгая, где-то на 30 часов. Не знаю точно, извиняюсь за скрип моего грёбанного стула. Давайте, может, ещё поищем что-то тут. Может быть, я что-то пропустил. Я хочу что сказать. 30 часов это круто, конечно, но, в принципе, я как опять же повторился, я, наверное, буду проходить комнату на ремонте. А я буду... Внутри ящика находятся семена цветов и несколько сломанных мелков. Я буду проходить её полностью даже для себя, и, может быть, потом мы... Блин, я сюда не заходил даже, а он что-то зашёл. То есть она... Просто обычное старое ведро. С улитками. Нормально. Я буду проходить, да, и пофиг, в принципе, на просмотр. Может, если уж сильно я задолбусь её проходить по серии, я возьму её просто и на стрим запилю. Хотя вряд ли я стрим запилю, друзья. Не, стрим я не запилю. У меня страйк висит на канале. Из-за одной очень интересной игры. И если стримы будут, они будут на Твиче. Так. Так, оказавшись... Мы знаем это. Это я знаю. Далеко, далеко в гру... Боже. Придётся это всё читать опять. Может быть, придётся с ней поговорить, но она мне не даёт выйти просто-напросто. Или мне вернуться обратно. Фиг его знает. О, привет. Хочешь послушать, о чём я сейчас читаю? Книга называется «72 факта об улитках». Хочешь послушать? Ааа... Как покинуть руины? Дайте послушаем. Вот один забавный факт об улитках. Знаешь ли ты, что улитки... Имеют похожий на пилу язык, называющий... Называемый радулой. Первый раз слышу такое. Интересно. Ага. Что ж, позови меня, если тебе что-нибудь понадобится. Короче, мне придётся тут по-любому, видите, как покинуть руины. Мне нужно кое-что сделать. Попробуй побудь здесь. То есть, видите, тут по-любому надо спрашивать это. Но мы не будем здесь находиться. И пойдём вслед за ней. Наверное, придётся вниз идти. Вот так вот, видите, тут никак по-другому. То есть, игра немножко... Эээ, ты тут? Ты хочешь узнать, как вернуться домой. Не так ли? Впереди нас находится конец руин. Единственный проход в остальное подземелье. Я собираюсь разрушить его. Никто не сможет выбраться снова. Теперь будь хорошим ребёнком и поднимись наверх. Ага. То есть, это руины и... Мы именно с них хотим выбраться, а не с дома, да? Каждый человек, что попадает сюда... Падает, точнее, сюда, встречает одну судьбу. Я вижу это снова и снова. Они приходят. Они уходят. Они умирают. Ты наивное дитя. Если ты покинешь руины... Он, Асгур, убьёт тебя. Я лишь защищаю тебя. Ты это понимаешь? Иди в свою комнату. Не пойду я в свою комнату. Я герой. Я говно за рой. Я хочу драться со всеми подряд. Не пытайся меня остановить. Это последнее предупреждение для тебя. Нет, мы идём за ней, как всегда. И конец руины. Ты так сильно хочешь уйти? Хм. Ты такой же, как и остальные. Видите, ты такой же, не такая же. Ну, хотя, может, дитя. Есть ли только одно решение? Есть только одно решение этой ситуации. Докажи. Докажи мне, что ты достаточно силён, чтобы выжить. То есть, мне придётся сейчас с ней сражаться. Да? Ох, интересно. Вот эту корову он, походу, и убил. Это реально перегружает дорогу. Всё, мы не будем битву. Торель. Оценить. Говорить. Давайте поговорим. Вы не можете придумать хоть какую-либо тему для разговора. Оу, е. Оу. Нихрена себе. Вот это было жёстко. А ну-ка, давайте оценим её. Торель, атака 80. Знать, что для вас лучше. Ах. Блин. Так, окей. А если пощада? Пощадить. Что? Нет, нет. Это не помогло. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Ух ты. Торель готовит магическую атаку. Пощадить. Ещё раз, видите. Она должна, она должна понять. Воу, ёптвышь. Ай, падла. Так. Ага. Ещё пощадить. Три, видите, полосочки? Значит, я правильно иду. Воу, 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 бляха, муха, что ж их так много? Блин, у меня пять жизней, надо срочно вещи. Пирог. Вы съели рисковый пирог, ваши ос были полностью восстановлены. Отлично. Ага, я понял, что это за хрень. Ух ты. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ни хрена себе. Так, пощада. Да, блин, щадись же ты. Ааа. Да, 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 смотрит сквозь вас. Пощадить. Что ты делаешь? Я? Я пытаюсь. Решить это всё мерно, полять планом. Так, а ну-ка, дрель делает глубокий вдох. Говорить, мне кажется, смысла нету. Сражайся или беги. Нет. 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 Так, тарель смотрит сквозь вас. А ну, давайте попробуем поговорить. Хотя нельзя говорить, видите, пощадить. Что ты хочешь этим доказать? Есть. Ох, щит. Факинь щит. Так, а ну-ка, действия. Говорить. Вы снова пытаетесь придумать, что сказать. Но не получается это. Блин, она сложная. Это она как босс. Но не будем убивать её. Блин. Семь жизней. Так. Вы съели монстра конфету. Вы восстановились 10 ос. Блин, может быть, не на геймпаде пытаться? Потому что неудобно. Тут, может, на мышке? Пощада опять. Сражайся или уходи. Да что ж такое? Может быть, надо её немножко побить, а потом... А потом только... Ай, ну я могу её убить. А ну-ка ещё раз. Так. Оценить. А, ну мы оцени... Что для вас лучше? Мы оценивали её уже. И это никакого толку не сыграло. Так. Бежать тоже нет смысла. Прекрати это. Ух, ну что ж ты будешь делать, а? Тиррел делает глубокий вздох. А ну-ка попробуем поговорить ещё раз. Иронично. Но, похоже, разговор не является решением данной ситуации. Да что ж, является тогда. О-о-о-о! А-а-а! Зараза! Игруш-нож. А что мы сделаем с этим игрушечным ножом-то? Вы экипировали игрушечный нож. О боже, мне это не нужно было. А-а-а! Зараза! Твоё ж, дивизион! Не получается ничего. Пощад, ещё раз. Прекрати на меня смотреть. Блин, ну не получается. Ни в какую. Смотрите, прикол. Она, короче, каким-то образом... Всё, пощада. Знаю, ты хочешь домой, но... Фу, капец. Вот это, блин, было жестоко. Но, видите, опять же, если б я не знал, что тут так можно делать, если тут можно щадить всех, то я бы её, возможно, ударил один раз. И попытался бы только в этот момент пройти. Опять же, видите, спойлеры. Вот какие вот спойлеры. Из-за этого я не люблю проходить игры, которые очень много людей берёт. Пощадить. Но, пожалуйста, иди наверх. Пощадить. Обещаю, что хорошо позабочусь о тебе. Пощадить. Знаю, у нас много нет... Многого нет, но... У нас может быть хорошая жизнь тут. Почему ты всё усложняешь? Пожалуйста, иди наверх. А что если... Ха-ха. Жалко. Не правда ли? Я не могу спасти даже одного ребёнка. Нет, я понимаю. Ты просто будешь несчастлив, застряв здесь внизу. Руины становятся очень малы, как только ты начинаешь осваивать их. Будет неправильным для тебя расти в этом месте... В подобном месте этому. Мои ожидания, мои одиночества, мои страхи. Ради тебя, моё дитя. Я отодвину их назад. И пропустит нас. Видите? Вот. Вот так вот. Если ты и правда хочешь покинуть руины, я не буду тебя останавливать. Однако, когда ты уйдёшь, пожалуйста, не возвращайся. Надеюсь, ты понимаешь. Эх. Вот. Ха. Не знаю почему, но сейчас немножечко у меня так, знаете, аж как бы, ну, задела меня эта ситуация. Блин. Немножечко так, ну, странно. Прощай, моё дитя. Блин, мне её немножко жалко. Да я приду, всё будет нормально, я думаю. Хотя, хрен его знает, что будет дальше. Но это только начало моего приключения, улыбающаяся дверь. Эх. Ладно. Окей. Я думаю, я делаю всё правильно. Мы будем героями в конце этого пути. Я надеюсь. И, как я вижу, корова вот этого, Ториэль, она ещё не самая сложная. Кто может быть тут, я так понимаю. Блин, очень долгий путь. Такая тишина. Опять этот цветочек. Умно. Очень умно. Думаешь, ты правда такой умный, да? В этом мире убей или будешь убит. Так значит, ты можешь играть по собственным правилам. Ты пощадил жизнь одного существа. Хе-хе-хе. Ну, ни одного вообще-то. Я пощадил многих, но иногда убивал. Но это ж мобы были. Фрогид. Фрогид. Но, блин, если это на плохую концовку выведет, ну, да пофиг. Потом пройдём на хорошую, не переживайте. Всё будет в порядке. Разберёмся. Всё, я думаю, будет нормально. Но я прохожу так, как я хочу проходить. То есть, вот такие вот дела. И там запорол концовку, не запорол концовку. Нельзя ничего запороть. Если игра хорошая, в ней каждая концовка будет офигенная. Будто be Fox. То есть, игра только-только началась. Там, где мы лазили, это была, походу, безопасность. То есть, безопасные места. В кустах спрятана камера. Если игра настолько охренительная, я её хоть 200 раз пройду. Просто Don't Fall, когда я проходил, я проходил её, наверное, раза 2 или 3. И мне она реально понравилась. То есть, если Undertale будет настолько охренительная, я её пройду на плохую, на хорошую, на нейтральную, на... Вообще, на какую угодно концовку. Так что, вот такие дела. А я думаю, она будет интересная. О, кто-то сзади меня. То есть, надо ускорять шаг. Это мне чем-то Могика Кассел напоминает. Когда, помните... Кто там идёт, а? Когда, помните, мы выходили из замка. Блин, меня смущает этот мост. Он, мне кажется, ненадёжным. Он сейчас сломается. Я... Я встал? Кто это? Это, наверное, тот... Как же он называется? Скелет, который с глазами... Человек. Неужели ты не знаешь, как встречать нового приятеля? Повернись и пожми мне руку. Заставка. Что? Я пожал. Что такое? Всё, пернул, что ли? Хех. Старый трюк с подушкой-пердушкой в руке. Всегда смешно. А что это за... Что это за... Э-э-э... Когда... Когда идти... Идут... Блин, ну что за вред? Ладно, ты же человек, верно. Вот этот тип, я его везде видел, на каждом арте Я не знаю, кто это, если честно Вот умора Я Санс, скелет Санс А, Санс, я понял, кто это всё Походу, по идее, сейчас я должен смотреть, если тут люди Но, знаешь, блин, вот это вот Сука, меня это особо не волнует Но вот мой брат, Папирус Он человек-охотничий фанатик Эй, вообще, я думаю, что он вон там У меня есть идея. Пройди через это подобие ворот. Это мост. Мой бро сделал брусья слишком широкими, чтобы хоть кого-то остановить. Окей. Но это заставка пока что. Что за папирус? Быстро. За эту подходящую по форму лампу. Что за хрень тут происходит? То есть я спрятался нормально. Чё как, бро? Ты знаешь, чё как, брат. Уже прошло 8 дней, и ты до сих пор не откалибровал свои головоломки. Ты постоянно торчишь мне своего поста. Чем ты там вообще занимаешься? Пялюсь на лампу. Очень клёво. Хочешь взглянуть? Нет. У меня нет на это времени. Что если человек придёт сюда? Я должен быть готов. Я стану избранным. Я должен стать избранным. Я поймаю человека. Затем я, великий папирус, получу всё, чего я действительно заслуживаю. Почтение, признание. Наконец я смогу присоединиться к королевской страже. Люди будут просить стать моим другом. Я буду купаться в дожде поцелуев каждое утро. Хм. Может эта лампа поможет тебе? Санс. Ты не помогаешь, ты лентяй. Всё, что ты делаешь, это сидишь и вляешь дурака. Ты становишься всё ленивее и ленивее с каждым днём. Эй, полегче. Я выполняю тонну работы сегодня. Почему тонну выделено жёлтым? Скелетонну. Ха-ха-ха. Да, типа шутка. Санс. Да брось, ты улыбаешься. Да. И меня это бесит. Эх. Почему кто-то такой великий, как я, должен делать так много, чтобы получить немного признания? Воу, звучит так, как будто ты действительно работаешь над собой. До мозга костей. Хе-хе. Опять шутка. Слушай, комедиклаб устроили тут. Ах. Я займусь своими головоломками. А что насчёт твоей работы? Займись ей уже. От... От... От позвоночи её. Ещё один. Ещё один шутник. А-ха-ха-ха-ха. Ой, да уж. Ха. И ты вслед такой, ха, типа, пошутил. Ок, можешь уже выходить. Ммм, ясно всё с вами. Эммм, давай поговорим. Тебе надо идти, он может вернуться. А если он вернётся, тебе придётся услышать больше моих уморительных шуток. Да уж. Окей, хорошо. Просто лампа удобной формы. А ну-ка, подождите, я... Подхожу, да, к этой лампе немножко? Так, сравните. Это что-то вроде КПП или наблюдательного пункта. Но здесь бутылки кетчупа и горчицы и приправы внутри. Кто-то тут хавал. Эй. Хотя, не хочу навязываться, но не мог бы ты сказать... Оказать услугу. Я тут подумал. Мой брат совсем привыкнул в последнее время. Он не видел человека ранее. И встречался... И встреча с тобой сделала бы его день. Не волнуйся, он не опасен. Даже если пытается таким показаться. Миллион благодарностей, я буду впереди. То есть... Мне кажется, с ним надо будет что-то сделать. А ну, что вот это за яйца тут лежат? Ладно. Блин, интересно, честно говоря. Но если он говорит, что он не такой прям ужасный и страшный... Ну, думаю, будет всё хорошо и всё в порядке. Удобство той лампы по-прежнему наполняет вас решимостью. Сохраняемся. Сохраняемся. Сохраняемся.